В пике уже ты смотришь и чувствуется какая-то виртуз-прощность, что ли, в пике, да, Эр? Это Огар Мак. Огар Мак и Пак, ну, да, второй хороший. Нет, но Пак и Пак нет, а вот именно то, что Огар Мак появляется, потому что кроме виртуз-про его вообще никто не берет. Вообще драфт... На нем Солочи играет уже, мне кажется, год с небольшим, если не больше, по одному маршруту, то есть видеоцентр закидывает, мешает, идет регенция, переходит в центр, закидывает, мешает и так далее. Собирает очень много жира в себя. Ну, в целом драфту Дипфраер классический, да, потому что хороший саппорт Огар Мак, пятерка, да, тут Баунти Хантера тоже, конечно, что-то интересненькое. То, что команда берет пака и какого-то саппорта, да, там четверку-пятерку, это характерно там для 90% наверное всех команд, которые играют там на тир-2, тир-3 уровня, ну и для тир-1 уровня это тоже характерно, почему? Потому что команда тир-2, тир-3 уровня, они как раз вот слизывают стратегии обычно с тир-1 уровня команд, да, они видят то, что на интернешнале там такая мета, пикают там пака, да, пикают там какого-то саппорта хорошего. И почему вот, собственно, пака так можно брать? Потому что он вариативный, то есть ты можешь его и в центр поставить, и, например, в сложную поставить. И если уж прям тебе совсем так хочется, можно треплой пойти в сложную и пака поставить в легкую. То есть он в любых ситуациях будет чувствовать себя более-менее комфортно. Тут, правда, у поляков появляется Никс, который, ну, в общем-то, паку доставляет неприятности, но в целом играть, наверное, можно. Главное сильной линии не проиграть и чтобы у пака были свои артефакты. С остальным он как-то, наверное, разберется. У Летс Дуит появляется Мирана. Мирана, которая, предположительно, пойдет в центр. Жаду Шаман пятерка, Никс, мы пока, пока мы будем думать, что это четверка, потому что Никса на третью позицию ставят не так часто сейчас. Но вот если героя такого ярко выраженного хардлейнера у команды Летс Дуит не появится, будем думать, что, собственно, Никс у нас пойдет сложная, скорее всего, Баунти Хантеру. Да, вопрос только в том, подмазить будет как саппорт или нет в себе позиционера, потому что, мне кажется, они могут попытаться сделать, типа, сетка стрела, вот такую бегающую даблу. И Никсов сложная. Да, да, и Никсов сложная. И просто забрать три линии и бегающая дабла. Пытаться это выиграть, потому что сейчас под мой на корр позициях там играет буквально пару человек. Это Мэйби, там, Сумаил. ФН. ФН. Ну, то есть не густо, скажем так. Все очень мало кто эти позиции. И винрейты у данного персонажа не самые хорошие. Поэтому я бы на их месте, ну, хотя бы, вот, если ты слабый коллектив, допустим, не являешься стиральной коллективом, то определенно проще и лучше брать героев, которыми попроще исполнять, которых много ума не надо. Потому что, по-отмеру, тебе очень важно и стирать подать и правильно крепаться, и правильно себя по карте ставить, то есть, как-нибудь, там, огоним, не огоним, и прочее делать, то есть, в ситуации подстраиваться. И не каждый может во время матча, напрямую, все это дело просчитать. Да. Ну, появляется у Дипфраера хороший герой, Фейслос Водит, который неплохо себя чувствует на керри позиции, тем более с Огрмагом. Огрмаг будет давать Бладлайста и разгонять его. Ну, да, и при этом он в дальнейшем на ту же дровку сможет соло прыгать и забирать ее. То есть, как бы, контрпикнули до того, как появилась дровка. Прочитали, может быть, знали, что они будут этим героем играть, поэтому вышло очень даже хорошо. Единственный момент, который мне не очень нравится, то, что у них, получается, урона в купол мало. То есть, Огрмаг он все-таки не дамедж дилер, из заклинания поздно начинает урон носить, и Баунти Хантер точно такой же. То есть, в лучшем случае, то скинет. Получается, что нужно будет сейчас какой-то герой брать, чтобы вот у них был дамедж в купол на каком-то раннем этапе игры. Ну, помимо пака, да, действительно, урона в купол наносить нет героя у команды. Где фраер сейчас? У тебя, получается, сам войд берет шестой уровень, а убить никого не может. Своих сил не хватает, и команда помочь не может. Это вот плохо. Тут из самых таких очевидных вариантов только инвокер, наверное, в мид напрашивается. Ну, сколько может Скай какой-нибудь, знаешь, типа, тоже сейчас. Я пару раз уже видел, даже сегодня, мы с фракером ночью играли, тоже Скай у нас в центре был. И как герой он может стоять, типа, может фармить. Данных героев он может убивать, потому что все они лоу-хэповые, не очень мобильные, этим сильным будет мешать. И в дальнейшем за счет своей ульты в купол действительно заливать насмерть. Ну, тоже тут такого МТВК брать против Никса, но вот можно было бы у Дэй еще забрать, но Дэй не хочется точно брать. А с другой стороны, то есть, нюкс, он сильно мешает тебе, когда у него много чего есть. А так, то есть, ты даешь ему Сайлона, типа, нюкс, нюкс, и ничего не делает. Да, либо его в купол можно поймать, либо просто паком попытаться как-то завязать. Да, тут нас здесь именно расценивает то, что линия у нас стоит хорошо, вне зависимости от того, есть или нет рядом нюкс, и при этом выфамит довольно много. Да, мы видим то, что Лизаж призадумался. Он такой, да, у них сейчас дела с пик, сейчас они увидят героя, против которого будет стоять. Все же герои на этот центр по-хорошему брать. То есть, ты все-таки не думаешь, что это Мирана под дробь. Я, 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 брал еще одного героя, то есть, Патма здесь, как саппорт, неплохо себя будет чувствовать, опять же, за счет того, что есть Дровка, она может неплохо подфармливать дополнительные леса, то есть, она будет иметь свои вещи с четвертой позиции. Стрельнула, быстро убила пачку и так далее. И быть полезным по линиям, пульсится в дальнейшем 6 эвол, то есть, Эмис всей команде. И взять героя, который будет давать урон, который будешь не делать. Так вот. Ну, все переделали. Тедхантер, значит, сложный. У них 4, как Патма, центр. Да, в таком драфте это уже очевидно. Да, информация о том, что кто где и куда, опять же, будет не сильно Тедхантера боиться, потому что у него таймблоки все еще работают сквозь его, как не шел, ну, ура. Ваунтихантер с Тосом тоже на Тедхантера в целом, ему плевать. И ставишь пака в сложный, такой пик, и с кем-нибудь, посадишь там, или с БХ, или с Огром, и добираешь героя против Патмы, уверенного. Они могут сейчас просто поставить пака в центр, и взять героя, значит, в сложный, все такое. Но по-хорошему, просто вот какого-то Тибера, сейчас в центр хватаешь, и король этих планет, ну, так тоже можно. Ну, тоже. В общем-то, вот он, дэмэдж в хроносферу, в виде Клингса. Да, да, и на самом деле, не только хороший дэмэдж в хроносферу, это хороший дэмэдж по тому же Дайтхантеру, это хороший дэмэдж по тем же зданиям, то есть здесь все, что угодно Клингс сделает. Такой универсальный достаточно. Ну да, и он, опять же, может по билду часто собирать себе арчид, который здесь, в Никсу, Шадошаману, Патме просто не оставит вариантов. Да, и эти герои обычно не покупают ничего такого, чтобы спасать себя, Торкеда. Нет, ну, то есть Патна там еще какой-то, я не знаю, Ю может придумать ситуативный, знаешь, там, типа, прыгнул, поднял, стрелку дал, то есть можно придумать. Но в остальные два героя, ни грифсов там никаких, ничего не собирают. И действительно будут очень сильно страдать. А, ну разве только какой-то лотус орб там в далеком, в далеком мидгейме. Ну, лотус, я не знаю, на какой минуте это случится. Ну да, там сначала надо Блинг купить, потом надо купить, наверное, Аганим или Форс Ставкис там по-разному. Да, передателем еще бунити линзу там, Мидас и так далее. То есть очень много денег, и лишних еще четырех тысяч, обычного героя просто нет. А Клинкс купит Оркит, возможно, даже вторым салтом. Даже очень быстрым. Нет, он может забить... А может быть даже первым. Они, во-первых, они могут все-таки сделать ход коня, поставить Вайда в центр, чтобы просто Тедхантер, а Клинкс в соло прям вообще все выфармливал. То есть поставить Огр плюс один в центр с Вайдом, в мере, тогда будет фармить, или поставишь Пака в центр, Вайда в сложную, в триплой тоже он там стоит, неплохо получает. А Клинкс в соло этого Тедхантера вообще не чувствует. И под такой сетап у нас вот сегодня уже был вариант триплы против дуровки. Но там были странные герои. Здесь у тебя есть лейт, есть демидж. По ТВ-рам. Так, здесь, если не уходить с линии, они действительно очень много чего могут сделать. Импорт ставили варды. Здесь довольно интересный вар, тоже плохо чекается. Ну и видят, какие-никакие перемещения. Сейчас, кстати, шоку шамана можно тут попытаться. Под арбофеном 250, под загорелкой 193. То есть он сегодня никуда не уйдет. Это ферстблат, и хотят оставить, наверное, Воиду. Он еще и огрызается, посмотри. Это было интересно. Да, жулик. Ну, фейсл с Воиду, конечно же. Много денег, войду. Да, и руну должны отжимать. Тайдхантер в топ придет, но вечером он не побоится. Если они еще дровку убьют за эту руну, это будет совсем весело. Дровку-то убить, скорее всего, не получится. Там в топе самое интересное, сможет ли забрать баунсеру. Клинкс нет. Ну, Клинкс не смог. Нет, я думал, ты про Тайдхантер, а Тайдхантер смог. Тайдхантер действительно смог. Но, тем не менее, не на что жаловаться Вова Пейну и его команде, потому что тут ферстблат и две баунси руны, это более чем достаточно. Тем более, ферстблат получил мидер, что позволит ему относительно неплохо стоять на центре. То есть с Мираной Воид. Ну, блин, Мирана все-таки под Аур и Дроу Рейнджер, наверное, не очень будет приятно стоять. Но я думаю, что у Ван Сека все схвачено должен он. Как-никак, фарм свой получить. Больше интересно, как же в боте будут стоять Дипфраер. Пак вроде бы и сильный лейнер, но тут трипла и баунти хантер не всегда здесь, видимо, будет находиться. Но, по крайней мере, в данный момент он находится в боте. Сеточка от Лизажа и экзотик диры очень много деможа получает. Ну, если же не мог добить. Огород, на самом деле, очень танковый. Можете позволить пойти под вышку? Но, видимо, не хочет играть пака. У которого прогрызли. Тут, кстати, прикольная линия, получается, за счет того, что у тебя Огр, который имеет очень много базового регена. И у тебя Нюкс, который имеет очень много базового регена и того и другого. Очень тяжело именно убить в долгой драке. Да, харасить этих персонажей бесполезно. Их надо либо как-то серьезно дамажить сразу, или просто оставить их в покое, потому что прогнать с лайна что Огр, что Нюкса практически невозможно. Опять-таки, главное, чтобы дроурейнджер просто не получала экспы много. Потому что когда дроурейнджер стоит против какого-то одинокого хардлейнера, и ей помогает саппорт, и он просто, этот хардлейнер терпит от дроурейнджера, терпит от саппортов и вынужден как-то щемиться. А дроурейнджер впоследствии просто остается одна и получает экспул с всех крипов, а в итоге быстро апает свой шестой уровень. Таким образом, помогая и рейнджовому мидеру, и рейнджовым своим саппортом, и если у тебя еще и хардер рейнджовый, то тоже очень приятно, что он получает дополнительный буст за счет ауры дроурейнджер. Небольшой ловкости, которую этот дроурейнджер получил. А тут, даже если какой-то баунтихантер где-то там отдался, ну ладно, ничего страшного, где-то, наверное, подфиддил лишний раз. Ну, что поделать. Зато дроурейнджеры не получают. Слушай, ну Лизаш тут прям совсем очень нагло играет, прям несколько форкидов скастовал, он сейчас прям под вышкой, и здесь ему уйти точно не получится. Он кастует теточку, которая ему никак здесь не помогает выжить. Моноберн пошел по паку. Да, он не возможно с пак забрать, потому что он опять же вкачал сайленс вместо шифта, и сейчас из-за этого может просесть, да, его удается подкопать. Но варба не дает. Ну, надо дроурейнджер пытаться убивать здесь. Тяжело, дочь, вежим, он бежит. Да, очень странно, они здесь дерутся, опять же, по мане очень сильно просил Огар, ему бы пойти зарегениться, чтобы быть полезным. Потому что вот шедо шаман овер, и он вернулся, он снова кастует, он снова мешает, то же самое не делает. Огар маг, хотя должен. Ну да, может где-то... Проблема у White Down, Fairy Farm отбивается и выживает. Возможно, Огар пойдет на базу где-то ближе к четвертой минуте, когда, возможно, будет проконтролировать руны. Опять попытка убить шедоу шамана. Шедоу шаман раскастовывается перед смертью, отправляется в таверну. Экзотик Дир на 100 единиц хитпоинтов пытается как-то отстреливаться, но под вышку здесь Дипфраер не полезут. И шедоу шаман покупает смок. Интересно, куда он хочет выйти с этим смоком? В бот или в мид? Или что он хочет сделать? Или, возможно, он просто купил смок для того, чтобы добежать до базы как можно скорее? Точнее, до линии какой-либо. С базы до какой-либо линии. Так тоже очень часто делают мидеры. Знаешь, когда ты погиб на миде, сделал телепорт, еще раз погиб, а до миды как-то бежать надо. Купаешь себе смок и... Ты бежишь быстро, хотя бы так. Да. Какое-никакое решение. Но здесь шедоу шаман, наверное, кого-то все-таки гангать пойдет. Хотя вот он пытался в мид выйти, но так он сначала в мид побежал, потом передумал, решил пойти в бот. Да, вот ближе к четвертой минуте как раз Огрмак бежит на базу, потому что ему не хочется бежать просто так, да? Он хочет какие-то полезные действия совершать, пока он бежит. И так вот ближе к четвертой минуте начал бежать на распаун, оп, баунти руну проконтролил. И вот уже у Вовы скоро третий уровень, там... Либо Бладласт, либо Игнает. Да, либо второй Игнает, либо Бладласт, и уже будет поприятней. У него сильно апается в горелках в плане урона, в плане длительности, в плане замедления. То есть не то чтобы сильно, но существенно все равно ощущается, когда... Да, и для Дрорейнджер... Для второго уровня. Для Дрорейнджер это не очень приятная новость, потому что чем больше замедление и периодический урон, тем больше им можно еще дальше напихать. То есть потратил арбу пак, телепортируется на эту арбу. То есть еще потратил, потому что смог заявить все увлекающие у него заклинания, в итоге на халяву, нахалявили, скажем так, шаду шамана. И продолжает эту линию доминировать. При этом опять же есть важный момент, вот просто очень важный. Это Нетверси, Бон Флетчера и Тедхантера, для сравнения. Да, я вижу то, что у Флетчера уже на тысячу золота больше, это только к пятой минуте, да, то есть чем дальше играть, тем серьезнее должен быть разрыв. И сейчас он еще взял шестой, то есть он начнет подъедать еще и крипов в лесу, это доп. деньги. Это увеличит его общий урон, общую скорость фарма. И вот это все никуда не денется, это все будет настакиваться на сексе-на-сексе. И самое интересное, это второй важный момент, это то, что Ван Сек на байде выигрывает по крипам, по Нетверсу, по Тной. Да, в миде ему сначала пришлось немножечко не сладко, он один раз чуть не погиб, но в конце концов все-таки смог вернуться на линию. В итоге очень много имеет, то есть да, ему неприятно, да, его харасс. Тем не менее, то есть шестой он получил купол, он умеет сейчас шайной, опять же вернется, будет фармить. В боте у нас умирает Дроу Рейнджер, выжать Экзотик Дир уже точно не сможет, фраг собирает Вова Пейн. И забирает, да, Шаду Шамана. Ну тут Шаду Шаман, да, действительно, скорее всего, не должен уходить. Неплохой подхоп от Никса, но Шаман отсюда никуда не денется. К сожалению, Шаду Шаман выиграл другую цель, да, и поэтому у них рассинхрон случился, забрать не вышло. 2-6 очень хорошо, все три линии доминируют. И на самом деле, кстати, вот по поводу Вайда, то есть он мало того, что просто линия выигрывает, он выигрывает линию у Патны, которая под дровкой. Дровку, правда, пинают, периодически. Арау попадает в Баунти Хантера, Ниша прыгает с липа и убивает БХ. Кстати, срывает с него стрик в 3 фрага. Удачно загангл. 280 голды, но для него это на самом деле не так много, потому что как мидер он слишком много должен иметь, для него типа 200 плюс, 200 минус. Ну это, конечно, приятно, но не критично. А если бы какой-нибудь Шадоу Шаман забрал, он бы купил тапок, например. Который Шаман сейчас могут убить. Ему пригодился бы, да, Шадоу Шамана. Потому что есть Хроносфера, да, вот. Но мне кажется, урона не хватит. Опять же вот. Те-те самые проблемы, Вайда. Таким сетапом героев и тиммайтов, что нет помощи в Хроносферу. Очень вовремя оказался здесь Тайтхантер. Благодаря этому смогли все-таки разобраться с Войдом, так бы он, скорее всего, выжил. Но ревеш Тайтхантера не позволило ему уйти. Вот ребята на какое-то время оставили Дрорейнджер в покое. И мы видим то, что Экзотик Дир уже имеет почти что пятый уровень. Немножечко пофармил на лайне, пока никого не было. Но вот вовремя опомнились игроки Дипфраера и приходят на линию к Дрорейнджеру в очередной раз. А тут пока никаких ни сентрей нет, ни каких-то вардов, которые позволяли бы видеть перетяжки игроков команды соперника. Экзотик Дир получает удар с Дженады. Под Игнаетом пытается отступить. Тосик полетел весьма сносный. Но Экзотик Дир, если и не умрет, то по крайней мере... Хотя нет, все-таки телепортируются на арбу пак за счет Сайланса убивают еще и Дрорейнджер здесь. Никс пытается спастись и Никс тоже не уйдет. Хантер-проход не дал уйти в лес. Ну, очень хорошо эту линию стоят. И, наверное, следующий важный момент это то, что Дрорейнджер уйти некуда. Она не может уйти в лес, Балантихантер межать, она не может уйти в центр вводит, она не может уйти в очередь тем более. Она в итоге это делает, но это... Это провал, то есть, надо бойник тогда убить. Они будут достаточно делать. На самом деле, я не знаю, почему он не дерется, не убьет Экхантера. То есть, там, 200 хп, реально справился с обоими. Не поверил, что только одна дрожь пришла. Корявенькую арбу кинул здесь Йогурт. Он мог бы, попав в этой арбу, и через Сайланс убить Тейкхантер. Тем временем, Патма в миде погибает. Лизаж отступает чуть-чуть подальше. У Лизажа только третий уровень на девятой минуте. Это не самый хороший результат для саппорта. Даже пятой позиции. Но что поделать, когда ты стоишь трипла на триплу, и эту линию ты проигрываешь, то ты всегда будешь иметь низкий уровень на саппорте. Что бы ни происходило. Потому что пули тебе соперник мешает. Как только ты отводишь крипов, он сразу же приходит на этот пул. Либо у тебя просто всех крипов отбирает. Либо, ну, как минимум, мешает тебе нормально совершать отводы. Ну, либо ты просто погибаешь постоянно на такой линии. Что и происходило с Лизажем. У него уже пять смертей за девять с половиной минут. Не самая хорошая статистика. И вторая нехорошая статистика, это сколько было эффективных реведжей за все это время. Собственно, он один в центре, да. И это тоже не очень правильный использованный Тедхантер. Потому что Тедхантер, он очень такой, зависящий от темпа игры, персонаж. Либо он уже улакивает вышла, там есть пятьсекундный боковой противников, есть чем жить, есть рефреш. И вот второй Тедхантер, когда вот ему нужно идти и нужно реализовать каждый свой реведж. И вот он у него есть, он его не реализует, и ему некуда прийти, чтобы его реализовать. То есть у него нет тиммейтов, нет шестого Шанашмана, нет шестого у нихса. Все трипла в сложные и настолько весь рисунок игры порушило, что не могут теперь они все вместе найти, что им делать. А при этом Войт фармит, при этом Бонник фармит. И общий перевес вот на фарме уже 2000 годы накапал. И я думаю, будет только увеличиваться. Видит Огромак, где сейчас фармит Дроу Рейнджер. Особо пока не палится, подходит Войт с Хроносферой, но Экзотик Дира будут убивать здесь. Нет шестого уровня еще, Дроу Рейнджер прячется в лес, Экзотик Дир кастует, Гаст, вышка падает. Да, здесь отсюда Экзотик Диру никуда не деться. Тут и Вансек подошел в надежде, что может быть сможет использовать в Хроносферу еще кого-то, да убить. Да, но в итоге еще в боте удается забрать Нюкса. И это тоже сверх важный фраг, потому что он дает шестой левел баунтихантеру. Да, при этом сам Никс шестого уровня пока что не имеет. Ему приходится телепортироваться в топы, и Халдийцы здесь, пока крипы погибают, пока он получит свой шестой уровень. Возможно, игроки Дефрайер все-таки смогут еще где-то что-то предпринять. Дается Сайлент, дается Тосс, но не хватает. Там Хроносфера в топе тем временем. По Экзотик Диру два телепорта делают сюда игроки команды. Летс Дуит, и Вансек за счет таймблока просто отсюда убегает. Айдроу Рейджер в очередной раз отправляется в таберну. Даже все герои сюда приехали, то есть я вижу здесь все шаманы, потом тоже. За войдом никак не угнаться, у него таймволк четвертого уровня, очень быстро откатывается. Его бесполезно даже пытаться догонять, ты его точно догнать не сможешь. И отомстить ему со смерть своего кэри тоже ты не в состоянии. Поэтому проще пойти либо какие-то другие точки ганкать, либо просто фармить. Кэдхантер пока действительно реведжей особо-то не давал, только в одного фейс-лс войда. Хотя один реведж и достаточно неплохой был, то есть убили важного ответственного кора, но хотелось бы, конечно, эти реведжи видеть больше. Тем более, что экономить эти реведжи смысла нет. То есть одно дело, когда ты стоишь таймблоком против какого-то милишника, и ты там на абсолютном фрифарме. В миде у нас разворачивается драка, полетел тосик, использует лип ниша, но последняя огненная стрела его настигает, и он умирает. Подходит тайтхантер, дает реведж, но слишком поздно, его тиммейты уже все в таверне. И даже Вово Пейн, возможно, выживет в этой ситуации, использует карапасики Никс. Стан дает Вово Пейн прямо в карапасы, но все равно выживает. Жирный тайтхантер никак не может умереть. Прокает рейндроп, но под треком его видно. Еще огонь сверху, надо уходить на самом деле уже. И так, слишком много заубили, слишком много заработали, перевес. Неожиданно, звук до шести уже скакнул. То есть треки начинают работать и начинают окупаться. Вложение в Вово Пейн, то, что ему позволяет все сделать. И в итоге сейчас, смотри, Баунфлетчер очень много, да, заимел. 2600 на руках, то есть скоро купит какой-то важный артефакт. И самое приятное, то, что Пак тоже 900 голды с драки заимел. Да, то есть и у Пака Блинк скоро, и у Клинкза какой-то артефакт должен появляться. И сбрал Клинкс у нас. Сейчас интересно получилось в центре, очень интересно. Стоял, караулил в инвизию Пак, свою жертву. И пришел Никс, поставил Сентрю, чтобы раздевардить. И дружили Пака, раз ты его зацепил, и в итоге забрали Пака, сбили с него 300 голды. И сейчас Чувишку соберут, получив шестый лвла. Да, неприятно получилось, конечно, то, что Пак погиб. Но опять такое происходит, особенно когда ты против Никса, какого ты играешь. Против Никса на Паке действительно непросто отыгрывать. Использовал скан. Ну, не знаю, Никс или кто-то другой, возможно, этот скан использовал. Но, точнее, Клинкс. Все это дело понял и... Вовремя ретировался отсюда. Дрорейнджер только сейчас приобретает ПТ. Седьмой уровень. Аура в единичку, но есть уже ультимейт, который... Дает солидную прибавку к дэмэджу и самой Дрорейнджер, и рейнджовым тиммейтам. Возможно, у нас будет стычка. Клинкс в инвизии сейчас бежит прямо на хайграунд к шрайну команды Let's Do It. И здесь Огрмак встречает Мирану. Пахнет жареным. Клинкс тем временем расстреливает Шедоу Шамана. Очередной фраг под треком. Сюда подходит к Зотик Дир. И, знаешь, похоже, что лучше бы он сюда не приходил. Потому что Клинкс его может убить очень быстро. Неплохая хроносфера. Ну, ладно, попадает только в Никса. Но главное, что это фраг. И здесь уже втроем остаются игроки команды Let's Do It. Они просто не могут конкурировать никак с нашими ребятами. Отступают чуть-чуть подальше. Дипфраер. Я, конечно, давно не видел. Да, причем, как мы сказали, в самом наче поляки, в общем-то, не самые плохие игроки. И это команда сплоченная. То есть это не какой-то рандомный стак людей, да, которые вот решили... А, почему бы нам... Да, сыграть. Какие-то давние времена Bigdum и Черни. То есть они много там. Или Mu и How. Такие-то. Так же здесь, только их больше, чем два. И при этом он настолько вот у них не идет. И Реведж удается скастовать. Цепляет Вайдан. Но, опять же, ты правильно заметишь, что у него четвертый таймволк. Поэтому здесь так его забрать не удастся. Да, в итоге Реведж от Тайдхантера был скастован... Можно даже сказать, что в никуда. Потому что никаких успехов достичь с этим Реведжем не смогли. Сейчас с дизуалем уже у нас делает Клинкс. Пац, пац под медалькой. Три удара буквально, и умирает дробка. Шадоу Шаман телепортируется. Шадоу Шаман умирает. Ну, это Аркана сразу, да. Сможешь сейчас купить Грейт Тапка, например. Или даже отложить Эндаггер. Ну, отложить Эндаггер, конечно. Аркана звучит, полезная штука, да, вот это. Ну, что не вымывает от Хантеру, надо бы Ману давать. Он купил Меку, у него очень маленький. Мы на пул. Давайте, чем Меку, вообще не вариант. И смотреть, что цепляет Боманти Хантер. Есть, вижу на него. И вот так, фраг за фрагом. Неплохо. Тут стукнулись об то, что против Боманти Хантера в любой путь, здравомый человек, купать много СН3. Пак уже один раз умер. И сейчас Бомфетчера. Спанули, потому что тоже за компанию просто прикупили много Вижена. А потом мы по самому Боманти Хантера нашли. То есть, получается, три последовательных фрага, которых можно было бы и не отдавать. Ну, по поводу Аркана на Шадоу Шамане хочется еще добавить то, что на этом герое, наверное, все-таки надо иметь какое-то восстановление маны, потому что скиллы очень дорогие. Очень часто Шаман в одиночку просто пушит линию для того, чтобы добраться до вышки и поставить там Варда. В боте, возможно, будет сейчас столкновение. Через 8 секунд появится Хроносфера. Никс дает Вижен. Ароу попадает в Войда. Отлично тут сыграли поляки. И очень грамотно затаймили они свои станы тоже. И дождались нужного момента, когда Пак просто отсюда уйдет на Арбу или куда-то еще, возможно, с Телепорта. Можно будет поймать Фейс Ласс Войда. Цепанули Огрмага. Огрмаг очень жирный. Его убить не так-то просто. И, возможно, даже Лизажа удастся забрать. Да, посмотри, Лизаж умирает. И Экзотик Дир просто не может пробить Огрмага, у которого 12 единиц армора и 1300 единиц здоровья. Дримкойл отличный от Йогурта. Убивают и Дроу Рейнджера в этой ситуации. Депрайер и Вышку тоже должны забрать. Все, верно. А пока нет Реведжа у Летс Дуэт. Они сражаться, конечно же, не хотят, потому что Реведж это их все. То есть без Реведжа ты не выигрываешь драку. То есть мягко, конечно, есть, но нет дизейбла. Нет дизейбла, нет победы. Очень много таргетного урона, и всегда, на самом деле, есть вероятность попасть в Хроносферу больше, чем в одним героем. Тот же Тайдхантер упадет, и он не выживет. Ну, Тайдхантер, конечно, можно попытаться быстро слить, но придется в него очень много нюков скинуть, чтобы забрать такого сильного и плотного героя. Не знаю, то есть Бонфлэчер, смотри уже сколько имеется. Опять же, с учетом того, что он будет подрезать единолично 14 армора, Тайдхантер будет летать очень быстро, поскольку он имеет меньше. Там у нас пошла Хроносфера от Вейслас Войда, убивают Никса очень быстро, Лизаш еще попался, да. Неплохая стрела от Патмы, но что эта стрела меняет? Абсолютно ничего. Двух персонажей в очередной раз потеряли поляки, и открывается возможность забрать Рошана. У команды Дипфраер покупает себе Блинк, тащит его Курьером. Помешать команде Дайр Рейзент вообще никак не могут, потому что только что они потеряли двух персонажей здесь в топе, а втроем против пятерых сражаться уж ой как не хочется. Айгис достается. Фейслас Войду. Что довольно забавно, потому что, ну, вроде бы как и левел, и золото больше именно у Клинкза. За него, соответственно, будут больше давать, но ладно. Войд решил у нас покупать Шидоу Блейд. Видимо, мало героев с невидимостью в команде. БХ, Клинкс, еще и Войд у нас тоже будет с Шидоу Блейдом. Хотя, на самом деле, Шидоу Блейд на Войде штука крутая, потому что скорость атаки увеличивается, плюс приятная способность для более удобного инициирования драк. Ты можешь как-то в инвизию втихаря зайти в стыл к сопернику и просто там насолить ему своей хроносферой, поставить на двух-трех персонажей, которые этого не ожидают. Ну и плюс, опять-таки, достаточно дешевый артефакт. Наверное, оно действительно того стоит. Обычно Войдам не так просто фармить, но за счет того, что у Дефраер есть Огромак в команде, ты имеешь дополнительную скорость перемещения Потому что он, видишь, собрал имом и Good Last на нем из Shadow Blade. То есть три вещи, дающие ему скорость стаки. И в итоге слишком большие свои стаки, слишком часто пробки таймлок, и он любых хрипов забирает тоже быстро. И на самом деле по поводу Shadow Blade, я думаю, это будет просто выход Сильвер Рейдж, чтобы избивать Тайдхантеру пассивки и убивать его. Да, Сильвер Рейдж против Тайдхантера очень важен. Особенно, если ты собираешься каким-то Сайленсом обзавестись, ну или в данном случае это Сайленс пака. Сильвер Рейдж Сайленс и ты убиваешь его и сделать с этим ничего не может. Сейчас, кстати, идут инвиз в инвиз. По идее, должны были видеть на вардах Вайда, дайвы станули, но не попали не угадали, куда он повернул. Сейчас Ван Сек может закинуть на нюкс. Совсем неточный оказался. Ну, у Ван Сека есть Аегис, поэтому он может позволить себе погибнуть. Очередной ревэдж от Тайдхантера просто отвратительный, он попал только вогармага, убивают Патму, гонят в Ансек в Шадоу Шамана с первого уже удара про Кейтбаш Эл Лизаж там пытался сделать тп-аут, у него это не получилось сделать и по Тосу тут тоже заковыряли. В итоге трейд Аегис и мало того, что в троих за бесплатно, так еще и выменили ревэдж. Это самое важное. Нет ревэджа, ты можешь ломать что угодно. То есть сейчас прям трейдся на любой Т3 и нет зача. Тебе не могут ничего сделать. Нет героя надпуш. Сегодня их дровка не может, Батмани может, Тайдхантер не может. Четыре героя с пяти и не обладает хорошим нюхом вдаль. Клинкс тут никого не боится. К тому же Клинксу летит БКБ, между прочим, на 20-й минуте. У него 12 тысяч нотворс, очень хорошие показатели нам показывает. Клинкс не торопится пока заходить на хайграунд, видимо нужно еще немножечко пофармить. Ну, торопиться Дипфрайер действительно некуда. У них очень сильный лейт. То есть они могли бы проиграть мидгейм в этой игре, если бы они плохо отстояли например на лайнах. То есть Патмах хорошо бы отстояла в центре по дауре Дрорейнджер. Тайдхантер неплохо бы реведжи кастовала не только в угармага. Ну и Дрорейнджер там тоже в конце концов какой-никакой дэмэдж выдавать способно. Вот и если бы в самом начале как-то не удалось хорошо пофармить Войду, не удалось бы уничтожить на стадии Лайнинга Дрорейнджер. Все могло повернуться совершенно иначе в этой игре. Никс скаутит здесь. Баунтихантер Баунтихантер у нас 11 уровня готовится приобретать грифзы. Тоже полезная штука. Снимать с себя любые там досты и все прочее тоже можно. Добавить ему выживаемости неплохо. Ну и конечно очень много. Вот они денег все-таки имеют за счет трек. Я не знаю. У меня нет возможности сейчас посмотреть сколько именно они заработали долг денег. Но я уверен, что... Ну мы можем приблизительно прикинуть да, вот Баунтихантер 6,4,15. Ну допустим 5 фрагов он делал... Например 10 даже. Если 10 грубо взять то это полторы тысячи семей 400 команде. То есть 1900. Солидная цифра, да. Солидная цифра. Там наверное конечно чуть поменьше чем 10, но тем не менее. Мы понимаем. Да, может быть чуть побольше. То есть как посмотрите сейчас нападают опять на Вайда и снова неудачно. Это будет и жизнь и наверное фарм змеек сверху. И сейчас бивают под меня. Увидели. Чудом каким-то увидели. Я даже не очень понял чем и как. Видимо даже без хроносферы. У него есть гем он спалил. Да, тут видимо даже без хроносферы ребята расправятся с подмой и неужели это будет попытка зайти на хайграунд прямо сейчас. Дроу Рейнджер правда будет пытаться крип скипить, но тех крипов которые идут здесь должно но хватит чтобы как минимум вышку сломать. Только вот маленькая опасность существует Тейт Хантер с Меккой и Блинк Даггером и у него уже есть реводж второго уровня. И этого следует опасаться главное только вовремя нажать БКБшки ну клинзу в первую очередь да, туда мужа. Ну сейчас просто убить его нет, надо его хроносферу поставить. Ну вообще он в Моми не может это сделать. Сейчас Моми кончится вот теперь можно напасть но боится. Хотя вот двоих видит да, двоих видит по двоим ставит реводж в них куда просто чтобы выиграть время то они все равно скорее всего потеряют шаду шамана. Трек по троим фак по троим Клинкс просто прыгнул на команду и убежал он бы всех убил. просто продано. Мастер по продажам лучший работник месяца второй тост по четверым забирают герои от них возвращаются убивает от Хантера убивает четыре выстрела по Тму ну судя по всему Клинкс у нас ненадолго отлучился для того чтобы Крипчикос есть и сразу же вернулся и в итоге очень долго здесь не будет игроков команды летс дуэт и нет реваджа вот что обидно как же без реваджа сражаться нет вышки нет барака тут знаешь долго можно перечислять что они потеряли тяжеловато пока приходится полякам Клинкс имеет на руках четыре тысячи шестьсот золота но тут уже хозяин барин как говорится так можно закупиться на эти деньги что мама не горюй то есть там и оркет и какой-то возможно я не знаю Диффуз там на Клинксе чем черт не шутит или Керасу да вот собственно он Керасу решил приобретать просто чтобы проще было как-то ломать вышки да и в драке чуть побольше была плотность тут Диффуз конечно же особо-то не нужен но Диффуз уже на многих героях появляется даже на антимаги так что я думаю появился бы если бы он на Клинксе то никто бы этому не удивился но Керасу поинтереснее смотрится все-таки более такой лакшери артефакт дорогой если у тебя есть возможность купить его за 25 минут то почему бы нет да как раз вот сейчас будет куплен Блайтмейл и Гипперстоун нужно добежать до базы Клинксу потому что Курьер погиб во время последней стычки между командами видимо как-то там неаккуратно летел и шальная тыка его зацепила шамана в топе ставит варда пытается отвлечь крипов форкидом и у него получается это сделать да вышка тут наверное должен шаман забрать но опасно опасно так стоять тут уже наверное следовало бы делать тп аут потому что может откуда ни возьмись прийти игрок команды депрайеры наказать за такую дерзость но лизаж никуда не торопится просто продолжает добить дальше куда-то торопиться когда у тебя 2.12 ну когда у тебя миды нет да тебе действительно ничего не остается кроме как просто сплитпушить и давить другую линию ты за счет этого можешь хоть кого-то стянуть туда и обеспечить своей команде численное преимущество подхалявишь может быть там удастся шайники забрать и так далее не так плохо но в любом случае да если бы он сейчас пришел бы прямо вот прям сюда да допустим не на т2 а на т3 то он просто бы стоял на своей базе и смотрел как соперник ему ломает линию так он рискует своей жизнью но в любом случае он создает огромное количество пространства для своих тиммейтов тп аут пытается сделать нишу но ему тп аут досом сбивает баунти хантер это будет возможность здесь будет сейчас можно трансферов двоих а в это время в боте большие проблемы у команды да там у нас спатмо убивает убивает и шедо шамана тем временем клинкс разбирается с бараками в боте ну тут я думаю что уже можно писать гг потому что без двух линий без хороших денег а тут у нас ребятки из дипфраер перефармливают на 26 тысяч золота выиграть эту игру мне кажется просто не представляется возможным посмотрим что по рошану рошан еще скоро заспавнится слишком мало удровки и урон нормально и самое главное слишком мало подмыть больше всего вызывал вопрос на этот пик и мало того что линию не выиграл то есть рейнджевиком против минишного героя что уже как бы намекает о неправильности происходящего так еще и в дальнейшем видишь совсем не работает его герой 3-6-4 инвиза реализовывать не удается ганги не получаются и фарма просто нет да на самом-то деле причина поражения на этой карте да более проста это 3 проигранных лайна 3 проигранных лайна и еще баунти хантер в команде соперника который только усугубляет ситуацию ты дерешься проигрываешь драку за дракой а бх все сильнее и сильнее отжирается за счет треков причем опять же важный момент вот бывает ты проигрываешь все три линии потому что кто-то двигается что-то делает а здесь прям вот всю начальную стадию игры у тебя было соло в соло на топе соло в соло в центре три пласта на три пласта то есть никто никуда не ходил никто ни с кем никуда не встречался и не все три линии именно проиграли на личное исполнение на героях и так далее тут правда соло-соло в топе такое себе соло для тайтхантера тайтхантер конечно один на один может стоять с милишниками но только с милишниками да он неплохо себя чувствует это проблема пикера опять же но с другой стороны милишник войд в игру линию рейнджевой паттнэй это да действительно странно и это тоже не должно такого быть то есть любой там допустим сумаил на этой паттнэй этого вайда бы просто настолько перестоял но ниша это не получилось сделать и не понятно кто то есть или ван сег слишком жесткий это возможно сейчас не стоит забывать что он first blood сделал да и сразу же расплатно крути не крутил потому были там лишние 6 9 урона который давал яйдровка то есть в целом ситуация равна дождь на тоже выходит не торопится использовать курьера команда дайр дожидается этот курьер дороже чем что душа ман ну да у него кристалли с рецепт дейдлоса рецепт шивы и два варда рецепт шивы я так подразумеваю для пока дарья пока это уже будет готовая шива то есть не просто так себе тащит там какой-то рецепт что он вот еще как-то там пофармит подерется ему хватит денег на плит мил с мистик стаффом не ошибается подходит на гем вообще здесь арестует переплкаст нажмет и просто тос сверху добивать его до более чем хорошо получается и даже храносферу не поставили на этого не ксалу 40 секунд не будет без ббк опять же по треку все что можно сейчас случилось ворваться дать просто бкб храносферу и видео героя действительно можно и так поступить посмотрим что у нас по боевым байбек есть только у той хантера у команды рейдент отступает time полком высла свой будет дожидаться следующей пачки крипов действительности тут правда бояться нечего потому что есть а егис на руках у ван сека даже если он погибает то возрождается и либо уходе припрыгаешь ставишь купол смотришь кого закрыл и в бкб разваливаешь но факт шапиром ворваться так тоже можно и вот то самку двоих два героя точно отсюда не выходит будет же слишком сильный даже рэвэдж не спас в этой ситуации потому что были активированы бкбшки и этот рэвэдж там практически никого не задел фейслос войд просто щемит под фонтаном своего соперника клинц помогает ему это сделать и ниша пишет ггвп да поздравляем вову пейн и его команду с проходом в следующий раунд до 20 л